Привет, я цифровой аватар Игоря Зуевича, и сейчас я расскажу вам о главных новостях в мире нейросетей и искусственного интеллекта, которые произошли на этой неделе. Ребята, вы уже слышали, что OpenAI собирается запустить свой GPT-Store на следующей неделе. Это платформа, которая позволит разработчикам делиться собственными приложениями на основе текстогенерирующих моделей AI OpenAI, таких как GPT-4. GPT-Store был впервые анонсирован во время первой ежегодной разработческой конференции OpenAI DevDay в прошлом году. Разработчикам, создающим GPT, нужно будет ознакомиться с обновленными правилами использования OpenAI, проверить свой профиль пользователя и убедиться, что их GPT опубликованы как общедоступные. GPT-Store будет служить репозиторием для пользовательских GPT, которые можно создать с помощью функциональности конструктора OpenAI. Компания предлагает ряд примеров использования, включая обучение математике, изучение правил настольных игр и многое другое. GPT-Store сделает эти пользовательские инструменты генеративного AI доступными для поиска и обмена. Также планируется разрешить создателям AI зарабатывать на своих творениях, хотя OpenAI пока не предоставила подробностей о том, как это будет работать. Запуск GPT-Store первоначально был запланирован на конец 2023 года, но был отложен из-за перестановок в руководстве OpenAI. Генеральный директор компании Сэм Альтман был временно отстранен советом директоров, что привело к задержке в запуске онлайн-магазина. GPT-Store рассматривается как значительный шаг для OpenAI, некоторые сравнивают его с AppStore от Apple. Однако остаются важные вопросы о работе магазина, такие как сколько OpenAI будет брать себе от продаж подписок на пользовательские GPT, какие варианты ценообразования и механизмы будут разрешены и сколько разработчики смогут взимать плату. Ожидается, что больше информации будет раскрыто на следующей неделе. Джефф Безос инвестирует в Perplexity Вы слышали о последних новостях относительно Джеффа Безоса? Основатель Amazon вложил средства в стартап в области искусственного интеллекта Perplexity, который стремится бросить вызов доминированию Google в сфере поиска. Инвестиция была частью раунда финансирования, в результате которого было привлечено 73,6 миллиона долларов, оценив компанию Perplexity в 520 миллионов долларов. Этот раунд финансирования возглавила компания Institutional Venture Partners и включала других инвесторов, таких как Nvidia. Perplexity, основанная менее двух лет назад, разработала движок ответов, который использует AI для предоставления прямых ответов на запросы пользователей. Продукт компании используется примерно 10 миллионами человек ежемесячно. Несмотря на то, что Perplexity относительно новый игрок на рынке поисковых систем, компания демонстрирует значительный рост. Ее веб-сайт и мобильные приложения получили 53 миллиона посещений в ноябре 2024 года, по сравнению с 2,2 миллионами в декабре 2022 года, когда была запущена услуга. Генеральный директор компании Aravind Shrinivas считает, что благодаря прямым ответам на вопросы пользователей нет необходимости в традиционных 10 синих ссылках, предлагаемых другими поисковыми системами. Поисковые инструменты Perplexity позволяют пользователям получать мгновенные надежные ответы на вопросы с источниками и цитатами. Собранные в последнем раунде средства будут использованы для улучшения, привлечения клиентов и глобального расширения. Несмотря на конкуренцию со стороны устоявшихся игроков, таких как Google, фокус Perplexity на пользовательском опыте и прозрачности может привлечь пользователей, озабоченных вопросами конфиденциальности и технических специалистов, ищущих новые услуги, использующие генеративный AI. Вы слышали о новинке от Zeiss Holocam? Это часть их технологии многофункциональных умных очков. Holocam – это прозрачная камера, использующая голографию для превращения стеклянных окон в камеры. Holocam работает за счет использования элементов связывания, разъединения и направления света для перенаправления падающего света на скрытый датчик, что исключает необходимость вырезов или места для установки камер или датчиков в видимых областях. Технология построена на основе тонкой полимерной пленки, которая может превращать любую стеклянную поверхность в интерактивный экран. Пленка обеспечивает более чем 92% прозрачность и сочетает в себе функции проекции, обнаружения, освещения и фильтрации. Технология Holocam имеет широкий спектр применений. Она может использоваться в транспортных средствах для систем оповещения о дистанции, парковочных датчиков или систем обнаружения усталости. Также ее можно интегрировать в экраны и дисплеи для видеоконференций, позволяя участникам смотреть друг другу в глаза, поскольку камера может быть размещена в центре экрана. Кроме того, технология многофункциональных умных очков может использоваться для инновационного внутреннего освещения, крупномасштабных голографических проекционных систем, а также для затемнения стекла окон или создания проекций текстов и изображений, видимых только изнутри или снаружи. ZEISS не планирует продавать готовую продукцию самостоятельно, а выступает в качестве поставщика систем для ОЕМ-производителей, предлагая уникальное промышленное воспроизведение голограмм в виде прозрачного слоя. Если видео было полезно, кликните «Мне нравится» под этим видео. С вами был Игорь Зуевич. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok